Здравствуйте! С вами видеожурнал «Занимательный немецкий» и я, Александр Бекер. К черту! Итак, сегодня мы рассмотрим топ-7 англицизмов в немецком языке. Причем я не буду говорить о таких словах, как «selfie», «sorry» или «fuck», которые в принципе есть и в русском языке. Я буду говорить о тех словах, которые есть в немецком языке, употребляются даже чаще самих немецких слов, и при этом в русском их нет. Погнали! Итак, первое слово на сегодня – это «der laptop». Laptop – это ноутбук. И хотя само слово «ноутбук» является также английским, в немецком языке оно вообще не употребляется. Все немцы говорят «der laptop». Например, «Ich möchte einen neuen Laptop kaufen». Второе слово на сегодня – это «der job». На самом деле, лет 15 назад, когда я еще, будучи школьником, начинал ездить в Германию в немецкие семьи, мне объясняли это слово как «подработка». То есть «der job» – это была такая подработка для школьников и, может быть, студентов. На сегодняшний день «der job», по моему опыту, употребляется чаще, чем слово «die Arbeit». Запоминаем. Например, «Ich möchte einen neuen Job finden». Я хочу найти новую работу. Третье слово на сегодня – это «der song». «Der song» также в последнее время используется чаще, чем слово «das lied». Песня. Например, «Hast du diesen Song schon gehört?»? Ты уже слышал эту песню? Кстати, немцы на свое усмотрение произносят это слово либо по-немецки «der song», либо по-английски «der song». Как вам больше нравится, так и употребляем. Четвертое слово также из музыкальной индустрии. «Die Band». На самом деле «die Gruppe» – слово есть, но его никто не употребляет. «Ich mag sehr diese Band». Мне очень нравится эта группа. Переходим к глаголу. Слово номер пять на сегодня – это «checking». «Checking» переводится «проверять». Например, «Ich möchte noch meine e-mails checken». Слово номер шесть на сегодня – это «joggen». «Joggen» переводится «бегать», причем «бегать» не как «laufen». Хотя «laufen» само по себе в немецком давно употребляется как «ходить» вместо слова «gain». Так вот, слово «joggen» – это «бегать» именно по утру в спортивном костюмчике для того, чтобы поправить свое здоровье. «Joggen» – это спортивный бег, по сути. И употребляет его очень и очень часто. Если вы живете в большом городе в Германии, вы видите постоянно, как в парке бегают немцы, поправляя свое здоровье. И последнее, седьмое слово на сегодня – это «fair». «Fair» мы все знаем от слова «fairplay» – «справедливая игра». Но в немецком это слово давно уже вошло в речь и используется вместо «gerecht», вместо немецкого слова «справедливо». Допустим, если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, вы можете сказать «tas ist aber nicht fair» – «это несправедливо». На этом на сегодня все. Но у меня для вас есть еще несколько новостей. Итак, во-первых, не забываем смотреть старые выпуски разговорного немецкого языка. Ссылка на плейлист с роликами появится, если вы нажмете на буковку «i». Она должна появиться здесь в углу. Во-вторых, для тех, кто здесь совсем недавно, я также хочу посоветовать ролик, который вы можете найти здесь по ссылке. Этот ролик расскажет вам о том, как с помощью данного канала можно выучить немецкий язык с нуля до очень хорошего уровня. Смотрим. И, наконец, третья ноут. Этот ролик – последний, посвященный немецкому языку. Спасибо всем тем, кто был все это время со мной на этом канале. Спасибо всем немногочисленным хейтерам, которые ставили мне дизлайки. Спасибо всем тем, кто останется и дальше со мной и будет поддерживать в новых начинаниях. Лично я верю, что все только начинается. Учите немецкий, занимайтесь саморазвитием и никогда не сдавайтесь. Пока! На этом наш видеожурнал закончен. До свидания!